По словам местных жителей, перекрытой оказалась единственная нормальная дорога, по которой ежедневно сотни людей ездят на работу и в город за покупками. Она из поселка Вишневка проходит через поселок Салмачи и выходит на единственную улицу с асфальтовым покрытием. Поздно ночью на этом пути появилось серьезное препятствие. Ночью вызывали скорую в Вишневку. Ребенок был в тяжелом состоянии. Скорая не могла проехать. 45 минут тоже, час они крутились, искали окульные пути, чтобы проехать к ребенку. Мы не знаем, кто это сделал. Сегодня утром на выезде из поселка Вишневка собралась пробка из десятка машин. Больше часа автомобили не могли выехать за пределы поселения. Расчистить путь удалось только при помощи тяжелой строительной техники. Наняли трактор Амкадор и этот Амкадор раздвинул вот эти кольца. И мы не знаем, что завтра будет. Что придем утром и опять будет дорога перекрыта. К нам ни пожарная потом не проедет, ни скорая, мусорка не проедет. И так уже мусору навалом, как говорится, не успевает вывозить. А здесь дорогу перекрыли. Заграждение, установленное на дороге, представляло из себя два железобетонных кольца, внутрь которых был залит жидкий бетон. По самым скромным подсчетам, стоимость одной такой баррикады составляет около 15 тысяч рублей. Однако кому и зачем это понадобилось, пока неизвестно. В своих бедах вишневцы винят жителей поселка Салмачи. По их мнению, кому-то из местных жителей не нравится, что по этой улице проезжает много машин. Но, как говорят люди, настолько кардинально и в одностороннем порядке вопрос решать нельзя. Это все самовольно. Приезжала администрация, это все самовольно. И мы не можем найти, кто это сделал в час ночи. Не в час, а в 12 ночи. Потому что пол первого уже была дорога закрыта. Сейчас нам говорят, ездите отсюда, вот здесь дорога. Сделали строители просто. Это грунтовая, просто проселочная дорога. После первого дождя машины ездят, плавают. Прям две машины не разъедутся. Пыль там по колено. Сейчас люди опасаются, что ночью дорогу снова перекроют. И говорят, что не хотят доводить ситуацию до абсурдной. Хотя уже готовы даже выставить на дороге круглосуточный пост. И тогда не извинешь. 25-тонник надо, наверное, подавать. Чем закончится эта битва за дорогу, пока непонятно. Вероятнее всего, путь к решению этой проблемы лежит через диалог. Но пока ни одна из сторон конфликта не торопится садиться за стол переговоров. Артем Агалаков, Максим Зуйков, Эфир 24.